Девушки отдыхают Девушки отдыхают В первое место в номинации «Реквием» Касьянову Игорю была вручена премия в размере 900 гривен, а занявший третье место в этой же номинации «Овсяникова Диане» 600 гривен. Награждены были все, кто помогал в организации, подготовке и проведении фестиваля – директор ДК «Шахтер», художник-оформитель, костюмер, руководители театрального и танцевального кружков, звукооператор и многие другие. Также почетными грамотами были отмечены главные спонсоры фестиваля, без активной поддержки которых он бы не состоялся. А следующим этапом совещания стал вопрос о восстановлении Министерства угольной промышленности Украины. Во обсуждении вопроса принимали участие члены Терсовета и руководители предприятий. Такой спад, он не может продолжаться, мы не можем на это закрывать глаза, и поэтому мы обязаны на это реагировать. И если нас не услышат, значит мы будем принимать любые меры для того, чтобы все-таки решить вопрос отрасли. Председатель Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности встречался с премьер-министром Украины и поднимал вопрос о возврате Минуглепрома. Ведь без помощи государства шахты выжить не смогут, а потому принято решение и будет направлена телеграмма за подписью председателя Теркома про союза работников угольной промышленности и мэров городов Красноармейск Димитров и Родинская, которые поддерживают позицию Теркома. Я надеюсь, поддержат нас и губернаторы областей, в которых находится отрасль, и верю, что неравнодушны будут и Верховный Совет к этому, и Кабинет Министров. На сегодняшний день Красноармейская Центральная районная больница является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Стационарная помощь населению района оказывается шестью больницами, поликлиническая – одиннадцатью амбулаторными учреждениями. Имеется мощная система сельской медицины. В минувшем году в стационарных условиях было пролечено более десяти тысяч человек. Хирургами было сделано более трех тысяч операций. И это далеко не все показатели, отражающие каждодневный нелегкий труд красноармейских медработников. Главный врач больницы удовлетворен работой своих подчиненных и считает, что уверенный ему коллектив достойно несет звание медицинского работника. Ведь врач, по словам Юрия Александровича, это особая профессия. Заповедь первая – не навреди больному. И если больной пришел к врачу или к медицинскому работнику, он прежде всего должен получить, наверное, какое-то духовное спокойствие и какую-то поддержку, уверенность. Даже тяжело больному врач должен суметь, наверное, дать какую-то надежду, вселить в него надежду на исцеление. Прекрасное здание Дворца культуры шахты Красноармейская Западная номер один сегодня полностью было отдано в распоряжение медиков. Работников здравоохранения пришли поздравить главы городской и районной администрации, руководители предприятий и учреждений региона. Это прекрасный праздник в нашем государстве, поэтому я хочу всех коллег нашего региона поздравить профессиональным праздником, пожелать им счастья, удачи, добра и всех земных благ. В зале звучали фамилии лучших медицинских работников, многие из которых получили почетные грамоты из рук руководителей города и района. Глава районной государственной администрации Виталий Иванилов, поздравляя сельских медиков, подчеркнул, что без них жизнь на зеле попросту остановилась бы. Они в селе сегодня и хирурги, они сегодня в селе и педиатры, они сегодня в селе, будем говорить так, универсалы. Спасибо вам большое, счастья, здоровья, успехов вам, сельские врачи. В переполненном зале медицинские работники с огромным вниманием следили за происходящим на сцене, а посмотреть было на что. Интереснейшую программу подготовили детвора из детских садов «Ласточка» и «Золотая рыбка». Творческие коллективы Дворца культуры, да и сами медики оказались не менее артистичны, чем профессиональные артисты. Для уважаемых гостей праздника приятной неожиданностью оказалось их принятие в почетные доктора с вручением дипломов и соблюдением всей торжественности момента. Красноармейский городской голова пообещал, что и в дальнейшем власти не оставят городское здравоохранение без внимания, а гарантом поддержки медиков выступят все ведущие предприятия. Сегодня, в этот день я хочу поздравить медиков с их профессиональным праздником. Действительно, медик – это высокое звание. Это тот человек, который, ну, наверное, один из тех, кто стоит на здоровье в целом нации. И я признателен за ту работу, которую они проводят. В неполной общеобразовательной школе номер 6 линейка по случаю последнего звонка проходила в торжественной и теплой атмосфере. Всех учеников с окончанием учебного года поздравили директор школы Партианая Людмила Александровна, работник отдела по социальным вопросам Красноармейского горосполкома Ткаченко Иван Иванович, представители шествующих предприятий. Были подведены итоги прошедшего учебного года. Лучшим ученикам, победителям Олимпиад вручены грамоты и похвальные листы. Но, конечно же, центральным и самым волнующим событием праздника стало чествование выпускников школы. Ведь для них в этот день действительно в последний раз звучал школьный звонок. Это первый выпуск нового тысячелетия. Именно эти ребята завершили свою учебу по новой школьной системе. Для них главных героев праздника звучали сегодня теплые и добрые слова от учителей, родителей, малышей из начальных классов. Для них были специально подобраны лучшие школьные песни и стихи. Красивые, нарядные, с улыбками выпускники слушали поздравления и пожелания в свой адрес. В завершении праздничной линейки звонко звучал последний звонок, который возвещал ученикам о каникулах, а выпускникам о предстоящих экзаменах и окончании школы. С 8 утра и до 5 вечера в здании детско-юношеского центра «Надежда» звучит веселая музыка и слышен смех детей. 4 отряда по 25 человек ни минуты не сидят спокойно. Вместе со своими воспитателями и вожатыми они целый день придумывают различные конкурсы, ставят целые театральные постановки, занимаются аэробикой и многим другим познавательным и интересным. У нас дети аэробика, спортивный час, каждый день каждый отряд чем-то занят. Мероприятия у нас проходят один раз в день, насколько интересные, что ребята готовятся к ним с большим вдохновением. И танцы, и какие-то интересные игры. Так что они у нас здесь не скучают, не успевают даже баловаться, потому что им некогда, из-за игр, из-за интересных занятий. И коллективу. Большое спасибо нашему коллективу за то, что каждому ребенку они находят столько внимания, уделяют, видят каждого ребенка, что дети уже второй год, они наши постоянные, постоянно прибывают в лагерь. Мы их уже знаем, кто придет. Повара стараются готовить как можно вкуснее. Воспитатели и вожатые создали здесь настоящую волшебную страну детства. Здесь дети чувствуют себя свободно и раскованно. А что вот в других лагерях? Спишь днем. Ночи нет, а ты спишь днем. А тут не надо. Здесь разные мероприятия, дискотека. Этот лагерь особенный. Тут все дружные, никогда никто не ссорится. Все своими вещами, все делятся. Тут очень весело время проводим. И не надо так, как в остальных лагерях, далеко уезжать. Всегда с мамой, с папой. И мы, смотря с воспитателями, с вожатыми, очень веселая семья. Каждый год в конце весны или начале лета учащийся общеобразовательной школы города Димитрово в бескомпромиссной борьбе оспаривают кубок турнира, посвященный памяти горняка, ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции Сергея Власова. В этом году турнир отмечает свое десятилетие. За эти годы изменилась политическая и экономическая ситуация в стране. У детей появились новые увлечения. Но при этом неизменная осталась любовь к футболу, спорту номер один на планете. В юбилейном турнире приняли участие 8 команд из школ города Димитрово. Возрастная категория детей – 87-го года и младше. А организаторами турнира в этом году, впрочем, как и все эти годы, вновь выступило шахтоспецмонтажное управление совместно со спорткомитетом исполкома и городским отделом образования. Они-то каждый год и дарят детям Димитрово настоящий праздник футбола. Этот турнир, он на сегодня традиционный. Он сегодня пользуется популярностью у ребят нашего города шахтерского. И я думаю, что и в перспективе мы постараемся все сделать, чтобы этот турнир для наших детей жил. В этом году уровень турнира, как отмечают сами специалисты футбола, достаточно высокий. Дети уже не просто неосознанно гоняют мяч по полю. Они знают технику и тактику игры в футбол. Отчаянно болеют за своих друзей и переживают ошибки. А глядя, как переживают за них взрослые, понимают, что к игре и к турниру относятся очень серьезно. В результате трех напряженных дней, в течение которых проходили игры, кубок турнира достался команде общеобразовательной школы номер 10. Второе место у команды школы номер 5. А лучшими игроками стали вратарь Чапуров Иван, защитник Симонов Женя, полузащитник Макаренко Максим, нападающий Король Александр и бомбардиры, Рогов Александр, Гениатуллин Ренат и Киселенко Евгений. Все участники соревнования получили в подарок Марохина, а победители – грамоты и подарки. Соперники были сложные такие, а пятая школа и восьмая были сложнее остальных. Турнир получился очень захватывающим, и было много трудностей, чтобы выиграть все команды. Спонсорами соревнований выступили шахтоспецмонтажное управление и ряд комических структур. Но и сами ребята не остались в стороне, они приняли активное участие в подготовке поля к соревнованиям. Мальчишки есть мальчишки. Даже после завершения турнира они не покидали поле, продолжая играть в футбол. А это значит, что игра вновь покорила сердца детей, принеся им здоровье и радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин